Глобальная энергия. Какие научные направления будут востребованы в энергетической сфере уже в ближайшие 30 лет? Без развития новых технологий невозможно отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят перед Россией и перед всем миром. КФУ улучшил позиции в рейтинге благотворительного фонда Потанина. На какой строчке оказался Казанский университет? Очень приятно, что независимый такой авторитетный источник высоко оценил то, что делают наши преподаватели. Эксклюзивное интервью президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита. Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Дарья Владимирова. Казанский федеральный университет посетила делегация Ассоциации глобальной энергии. Какие научные направления будут востребованы в энергетической сфере уже в ближайшие 30 лет и не только в нашем сюжете. Визит делегации Ассоциации глобальной энергии начался со встречи с руководством КФУ в голубом зале главного здания Казанского федерального университета. Далее в зале заседания Попечительского совета состоялся круглый стол на тему перспективы молодых ученых в энергетической отрасли. Какие научные направления будут востребованы в этой сфере в ближайшие 30 лет. Сегодня мы хотели вместе с коллегами из представляющих разные страны, ведущие эксперты, обсудить то будущее, которое ждет энергетику. Значит, куда двигаться молодым специалистам, потому что без развития науки, без развития новых технологий невозможно отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, перед всем миром. Далее было сказано о проектах, которые важны для энергетики, об ассоциации и в каких направлениях должна двигаться энергетика. Помимо нашего основного проекта, для ассоциации всегда было важно развитие молодежного направления. За нашими плечами такие проекты, как энергия молодости, энергия прорыва, основной целью которых были развитие и привлечение интереса к молодежной науке. Дело в том, что мы не стоим на месте и уже в этом году ассоциация совместно с ПАО «Газпром» запустила новый молодежный проект, который называется «Молодой ученый 4.0». Основной задачей здесь является повышение узнаваемости молодых российских энергетиков на международной арене. Также проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле КФУ Данис Нургалиев рассказал о проекте, в котором примет участие Казанский университет. В этом году стартует другой проект «Приоритет 2030», такой проект известный. И в этом проекте уже будет участвовать 100 университетов российских. Из них примерно 40 университетов будут входить во второй раунд. То есть 100 университетов получат финансирование порядка 100 миллионов в год. И они будут реализовывать свои программы, которые они представят буквально в сентябре месяце начнется слушание этих программ. И я знаю, что из Казани, по-моему, 7 вузов подали такие программы. На сегодняшний день Казанский федеральный университет является локомотивом трансфера разработок в нефтегазовую индустрию. Ежегодно научные коллективы КФУ прорабатывают новые научные идеи и расширяют собственные исследования. Не менее интересно и то, что руководство вуза доверяет довольно амбициозные проекты именно молодым специалистам. Потому что они всегда готовы искать нестандартные пути и реализовывать смелые идеи. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. Студенческие трудовые отряды Казанского федерального университета вернулись целены. Всего в этом году туда выезжали 370 студентов, которые проработали 60 дней на новом объекте с более высоким уровнем. Самым популярным оказалось педагогическое направление. Бойцы работали вожатыми в лагерях Краснодарского края и Татарстана. Опубликован рейтинг российских университетов благотворительного фонда Владимира Потанина за 2021 год, в котором Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции. Рейтинг, который публикуется с 2014 года, представляет собой распределение вузов на основе их достижений в стипендиальной программе Владимира Потанина. Сюда входит стипендиальный конкурс для студентов магистратуры и грантовый для преподавателей магистратуры. Оценка вуза проводится по 11 критериям. Например, учитывается общее количество заявок на участие в конкурсе и количество победителей. Более того, есть даже относительные показатели, то есть вот эти значения, они взвешиваются и по отношению к общему количеству студентов, то есть насколько они активны в таких вещах, и к тем, кто подал в соответствующий период год заявление на этот конкурс. Более того, хочу сказать, они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антиплагиата. По сравнению с предыдущим годом Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции сразу на 42 пункта. Со строчки 56-57 вуз поднялся до значения 14-16. Очень приятно, что независимый такой авторитетный источник высоко оценил то, что делают наши преподаватели, то, что предлагают наши студенты и наши проекты. Тоже хотел бы сказать, что руководитель этого фонда, госпожа Рачева, она 4 года назад была у нас и встречалась с Эльшат Равкачем, и вот мы обсуждали перспективные направления взаимодействия. Отметим, что Казанский федеральный университет ежегодно присутствует в рейтинге с 2016 года. Диана Шеленкова, Фарид Захетаглы, Универньюз. Будут ли показывать киберспортивные матчи по телеканалам и когда в университетах появятся кафедры киберспортивных дисциплин? Узнаем из эксклюзивного интервью с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Сегодня рынок киберспорта возглавляют Китай, Южная Корея и США. Россия, занявшая пятое место в рейтинге стран-лидеров, насчитывает 3816 профессиональных игроков и около 20 лет истории. Что эти цифры говорят о реальной популярности киберспорта в нашей стране? Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Даже по самым скромным оценкам в России порядка 18 миллионов человек, которые увлекаются киберспортом. И эта аудитория растет с бешеной скоростью. Последние исследования показали рост 28% ежегодно. Это колоссально. То есть ни один вид спорта не набирает такую популярность. Но раз киберспорт так популярен, почему мы не видим трансляции крупнейших турниров на федеральных спортивных телеканалах? Ведь если на шоу есть спрос, в новостях киберспорта должны быть заинтересованы не только тематические СМИ. Были попытки показывать на федеральном канале, но там другая аудитория. В киберспорте есть все необходимое. Там есть комментаторы, студии аналитики, есть свои звезды, есть свои интриги, скандалы. Все есть, что необходимо для хорошего шоу. В принципе, киберспорт это такая сущность, которая зародилась на стыке трех вещей. Киберспорт, как образовательная дисциплина, уже укоренился в вузах Китая, норвежских и шведских школах. В Российском университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма уже не первый год ведется набор студентов по специальности теории и методика компьютерного спорта. Перешагнула ли эта инновация порог Татарстана и могут ли студенты самостоятельно попасть в профессиональную лигу? Казань для нас является и всегда была опорным регионом. Здесь раньше других начали проходить соревнования, в том числе и международные. И уже сейчас с кафедрой Павловской академии мы начинаем запуск программы по подготовке тренеров. Дальше этот список будет расширяться. В целом мы не ограничиваемся только спортивными вузами. Студенты имеют возможность участвовать в жизни клуба спортивного, который находится практически внутри каждого вуза. И мы говорим именно про спортивный клуб целиком, не про какую-то отдельную киберспортивную часть. Киберспорт такой же вид спорта, как все остальные, футбол, хоккей и прочее, ничем не отличается. Свою порцию признания киберспорт получил и в рамках спортивно ориентированных мероприятий страны. На 9-м международном форуме России «Спортивная держава», который пройдет в Казань-Экспо с 8 по 10 сентября, к киберспорту будет отведено сразу два выставочных стенда. Мы хотим показать, что такое киберспорт максимально широкому кругу. Там будут представлены все спортивные дисциплины, которые сейчас включены в компьютерный спорт, включая технический симулятор в виде управления дронами виртуальной реальности. Можно будет прийти, посмотреть на этом стенде, попробовать себя, поучаствовать. Мы планируем там точно так же уделять отдельное внимание общей физической подготовке. У нас будут специальные лекции проходить. В какой-то момент мы рассчитываем, что наши киберспортсмены смогут прийти на стенд ГТО и разбить миф о том, что они какие-то задохлики, очкарики, слабаки и так далее. То есть попробовать сдать нормативы, я думаю, что это у них вполне получится. Ариадна Кугушева, Камила Хайрулина, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии была Дарья Владимирова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова